Они знают о медицине практически все. Форум собрал именитых медиков и экспертов в области фармацевтики. Здесь они тоже будут лечить систему здравоохранения. Инициатор этого мероприятия депутат Госдума Александр Прокопьев. Он является одним из авторов нового законопроекта, который предлагает ужесточить наказание за производство и продажу фальсификатов и контрафактных лекарств. Наказание за такие преступления должно соответствовать ценности человеческой жизни. При всем понимании, что человеческая жизнь бесценна, мы постарались в этом законопроекте дать конкретные сроки наказания за данные виды преступления. Сейчас комплексно бороться с фальсификатом невозможно. В Уголовном кодексе несколько статей предусматривают ответственность за оборот фальшивых лекарств. Но уже на этапе доследственной проверки возникает вопрос, как квалифицировать эти деяния. Новый законопроект предлагает конкретные сроки и цифры. От 3 до 12 лет лишения свободы, плюс штрафы от 500 до 5 миллионов рублей. Эти меры должны снизить интерес мошенников в фармпромышленности, который в настоящий момент очень высок. Это бизнес традиционно является прибыльным. По рейтингу промышленных сегментов, по насыщенности РНД процессами, имеется в виду процент от прибыли, которые вкладываются в науку, у фармацевтики и биотехнологий, он самый высокий. И безусловно, что и отдача в этой сфере остается самым большим. Только представьте, за один год в России сжигается тысячи тонн некачественных, опасных для здоровья лекарств. Но чтобы избавиться от ядовитых таблеток, необходимо вмешательство на самом высоком уровне. Законопроект об ожесточении наказания за производство фальсификата будет в ближайшем времени рассмотрен на заседании Госдумы во втором и третьем чтении. Проголосовать за принятие закона должны до конца этого года. Кирилл Политов, Татьяна Гладкова, Александр Антропов. Наши новости.